ДИКТАТУРА Очень мощное чувство стыда На самом деле эксперимент был чудовищный У нас столько всем было плевать, что так и все и продолжалось Где-то внутри каждого из нас есть такая темная часть Все-таки зла в человеке гораздо больше, чем добра Опьянение властью и потеря контроля Параллельно с вашим фильмом вышел фильм исследования про Кадырова Это какой-то культ личности, культ силы В Америке сейчас всеобщий страх, я был в шоке просто Как предотвратить нам появление новых убийц, новых преступников? Единственный ответ это стенья В России есть очень большой разрыв между старшим поколением и младшим В Турции дети не изучают геноцид В Азербайджане детей учат, что вся территория Армении это Азербайджан Мы с вами как будто сидим, выпили уже достаточно Как ты думаешь, кто-то управляет этим миром или нет? Закончим эфир, я просто начну сразу собирать чемоданы По черногорским меркам все становится далеко, когда ты живешь здесь больше полугода Это как у нас в Ереване, 30-е от Еревана, я говорю, ну это совсем А в Москве 3 часа это, ну ребят, ну давайте съездим быстро Я так люблю Ереван А что же вы, не часто к нам приезжаете? Да вот как-то да, в прошлом году был, позапрошлый, наверное, да, уже прошло два года, наверное, со съемок По делам или? Да, мы снимали одну из серий другой школы В том числе про тех учителей, которые переехали в Ереван и открыли там свои школы А, да-да-да, русскоязычные Да Да, потому что у нас вообще эта тема на самом деле не исчерпан Потому что у нас вот есть Айб, есть Дилижанский колледж Конечно, конечно И в общем там у нас про другие школы можно снимать и снимать Дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи Я не знаю, когда вы нас смотрите Важно, что смотрите, важно, что размышляете Я вот тоже смотрю часто интересных мне людей И я увидел в Ютубе потрясающий фильм, который называется «Запертые в классе» Снял его Александр Мурашов Человек, который в моих представлениях не нуждается Вы сами прекрасно знаете Писателя, журналиста, исследователя Вот И вот Александр Мурашов снял это кино Я надеюсь, вы знаете про что Если нет, то буквально минута из этого фильма прямо сейчас Чтобы погрузиться в атмосферу Потом обязательно посмотрите Ссылка будет Очень рекомендую А потом мы поговорим с человеком, который это кино сделал Мистер Джонс сказал, что третья волна — это игра Забавный эксперимент, который нас многому научит Но все вышло из-под контроля И волна смыла нас целиком Прямо сейчас Вы сидите в точно такой же позе, какой я приказал вам быть В тишине, ноги стоят ровно, руки на парке Что же будет дальше? Школьный класс должен быть безопасным местом Ты доверяешь учителю Я доверял мистеру Джонсу И это стало моей ошибкой Привет Мы в бывшем здании школы Каберли в Пало-Альто Почти 60 лет назад Здесь произошло то, что встряхнуло весь мир Ученики преподавателя Рона Джонса Спросили его, что такое нацизм Вместо ответа Рон предложил им эксперимент Третья волна Несколько дней дети выполняли приказы Не задавали лишних вопросов И писали доносы на тех, кто шел против системы Финал этой истории стал предупреждением Для всех нас Мы прилетели в Калифорнию, чтобы встретиться с Роном Джонсом И его бывшими учениками Мы хотели понять, как можно незаметно для себя превратиться в чудовище И как можно этому противостоять Если у вас есть дети, которые прямо сейчас учатся в российских школах Этот фильм стоит посмотреть вместе с ними Александр, здравствуйте Здравствуйте Спасибо большое, что нашли время поговорить на очень важную Для всех людей, наверное, тему Для очень важную тему в мире сегодня, к сожалению Потому что мне кажется, что вы с огромным удовольствием Вы снимали фильмы Ну не знаю Про гениев каких-то мировых Про Теслу того же Про Нары Каци Про Кирилла и Мефодия Тем более вы находитесь в краях, которые там рядышком Но приходится снимать вот такое кино Во-первых, откуда появилась идея Почему вы вспомнили об этом эксперименте Что вас переклинило Что замкнуло Какой таракан Какому таракану что-то сказал И вот Как это произошло? Знаете, мне было лет 20 Когда в Петербурге, моем родном городе Местное маленькое издательство Выпустило книжку Которая называлась Волна И это было маленькое такое эссе преподавательское И я запоем ее Оно очень короткое Очень короткое эссе Я запоем его прочитал, мне кажется, за вечер О том, как дети за 5 дней превратились в юных фашистов Причем у них было свое желание У них был свой интерес к этому Просто с большим удовольствием И мне очень в то время был интересен true crime И вообще, как устроены секты Как вообще влияют нашим сознанием И, конечно, когда мне было 20 Это уже было, прости господи, 20 лет назад Практически Я не думал, что будут связки Те связки, те параллели Которые в фильме появились после 22-го года И после 22-го И я вот, на самом деле, горел этой идеей Просто лет 15 Но у меня почему-то Я был уверен, что это очень давняя история Поэтому учитель, наверное, скорее всего Его уже нет в живых Как и его учеников, возможно А потом я увидел, что есть сайт Волны Есть там некоторая коллекция Такой меморабилия такая Да, того, что было Я написал учителю, и он ответил мне буквально за 6 часов Он мне ответил То есть я вот отправил своим вечером Своим утром я уже прочитал от него ответ Он сказал, да, все что угодно Только чтобы сделать что-то с происходящим безумием В частности, с тем, что происходит в Украине И вот с этого момента мы начали с ним общаться И как-то все, знаете Это переросло какую-то огромную переписку долгую Которая шла и до фильма До съемок фильма А потом мы неделю провели вместе И уже полгода после мы переписывались Поэтому, наверное, для меня Каким-то был большим ударом узнать Что один из главных героев фильма Он, к сожалению, не дожил двух недель до выхода фильма Он был таким главным Дайте, вот он просто локомотивом Был Марк Ученик, которому 72 года было Вот, он, к сожалению, не увидел фильма Но, тем не менее, с Терроном по-прежнему на связи Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет Но мне кажется, это такой был просто очень давний интерес Который во мне рос-рос-рос И как-то наслоился на кошмар Который происходит в российских школах сегодня Один зритель, к сожалению, не дожил до показа фильма А вообще, кто зритель? Для кого вы снимали? Понятно же, что более-менее адекватные люди Все, о чем говорится в фильме Более-менее понимают А вот те люди, к которым хотелось бы обратиться Вот, глава государства, из которого вы уехали Главы государств справа и слева Которые окружают Армению Вот, глава Северной Кореи Я не знаю, там еще кто-то Вот эти люди этот фильм увидят? Посмотрят? Знаете, я на этот вопрос себе начал отвечать Когда я вел программу «Другая школа» на радио Я три года думал Вот для кого я стараюсь? Для кого я пытаюсь вот эти вот все Педагогические приемы рассказывать про них Потому что есть же уже обращенные люди Уже есть люди, которые читают Петрановскую, Диму Зитцер Мои книги в том числе Скромно так себя причислил к грандам И есть люди, которые считают Что пока ты не всыпешь ребенку Как следу, там, пару раз его по голове не приложишь Ничего не будет И вот мне кажется, что есть такие вот эти две крайности И, в общем, для них, наверное, нет смысла работать А есть люди, которые где-то посередине проходят Как вот у них сейчас устроено отношение с их ребенком Их не устраивает А как лучше сделать, они не знают И вот для них Вот для них Есть возможность как-то их перевести в более правильное русло Вот они услышат что-то И где-то у них отложат это Вот мне кажется, фильм наш Он на самом деле Во-первых, он про механику, как это происходит То есть я максимально пытал Рона На тему того, как вот определить Что в твоем классе уже наступила диктатура Как понять, что в твоем классе нужно Что все слишком поздно Пора ребенка забирать из школы Это первое А второе Я не знаю, сколько это, конечно, получилось Потому что это очень сложная тема На которой можно с утками разговаривать Но мне хотелось найти с помощью Рона и его учеников Какие-то способы тебя защитить Потому что есть огромное количество людей в России Которые ходят сейчас в школу И ничего с этим сделать не могут Они учатся в этих школах Там разговор о важном происходит каждый день Если не через день Кто-то приходится этим людям придумывать И это второй слой пирога И третий, последний слой Знаете, мне очень хотелось дать людям Которые смотрят нас И для которых гражданский поступок Уже просто посмотреть Написать комментарий Там был один комментарий под фильмом Надеюсь, что за эту фразу меня сейчас не посадят Для них, понимаете, дать возможность Как-то почувствовать, что они не одиноки Что вот есть То, что это очень важно Потому что школа тебя капсулирует всегда Ты как-то живешь в этом У тебя есть школьная программа Твой класс И ты ничего больше не видишь Даже учителя вообще мало общаются друг с другом На самом деле А когда у тебя есть ощущение Что есть кто-то такой же, как ты Так же мыслящий Так же переживающий За что-то Мне кажется, вот в этом Где-то здесь скрывается важная штука Которую мы Посылаем какие-то сигналы Находясь даже в разных точках мира Когда Рон начинал свой эксперимент Все началось с того Что ученик ему задал вопрос Про Холокост Нацизм Корни, истоки И про то, как это вот Происходило тогда Рон же явно не знал и не понимал К чему приведет эксперимент Он явно не ожидал этого И, в общем-то В классе, в котором Фашизм как в пробирке Вырос Кем он был? Он был Гитлером Он был Геббельсом Он был наблюдателем Который смотрит И наблюдает за аквариумными рыбками Как он себя ощущал? Вы об этом с ним разговаривали? Да, конечно Я думаю, что он ощущал себя В большей степени Как фигура, которая восторгается Это вообще проблема Знаете, у меня однажды был Очень интересный разговор С очень успешным Талантливым преподавателем литературы Который мне рассказал Про американское исследование В общем, американское исследование Это все ответ на ваш вопрос Не думайте, что я как бабушка ухожу В воспоминания начинаю С динозавров вам пересказывать Нет, это было американское исследование Где пытались понять Авторы этого исследования Вот этот driving force Главный мотиватор У талантливых хирургов Что заставляет их работать И выяснилось К ужасу авторов исследования Что главный мотиватор Хирургов в Америке Это то, что Когда ты держишь На кончике скальпеля Сердце человека Ты буквально Господь Бог Ты буквально Управляешь его жизнью Я знаю И вот здесь очень важный вопрос Насколько Плохая мотивация Оправдана хорошими последствиями Потому что часто Я знаю, что У талантливых учителей Они признавались в этом не раз Что у многих хороших учителей Их изначальная мотивация Прийти в школу Была в том Что ты вот приходишь Ты Господь Бог В своем классе Ты просто буквально Как сказал у меня Учитель литературы Ты кормишь Текстом детей Вот ты просто так Раскрываешь руки И ты рассказываешь им Про что-то И Рон на самом деле В этом смысле Он был, конечно Просто харизматиком Который пришел Который понимал Что его любят Я не думаю Что это было Главной его мотивацией Потому что Слишком он на самом деле Талантливый человек Чтобы из этого была мотивация Но, к сожалению, дети Когда они очень сильно Проникаются в взрослым Они готовы идти у него на поводу И я думаю Что Рон, в первую очередь Будет для них не Гитлером А скорее Человеком За которым им хотел следовать И не случайно Четыре человека Из его класса Самовольно Опять же По своему желанию Стали у него телохранителями Из воспоминаний Участников Самый преданный телохранитель После того Как все произошло в конце Когда все разошлись Когда в этом темном классе Еще был включен телевизор После речи Рона Все разошлись А этот мальчик остался И рыдал просто Да, он был одним из самых преданных И он на самом деле До сих пор не дает интервью Не то, чтобы там много было запросов Конечно, на интервью Но он в целом Так очень Предпочитает об этом Не рассказывать Для некоторых Это стало слишком Как вы думаете Что с ним произошло? Женщина, которая Была тоже одной из героинь фильма Говорила о том Что это Посттравматический синдром Такой на всю жизнь Она из этого вынесла Что-то очень важное Для себя светлое Но и в том числе С ней произошло Что-то абсолютно чудовищное И это как кошмар Преследует ее до сих пор Да, да Алиса, которая нам рассказывала В фильме Для нее главным ударом Было то, что она До сих пор себя корит Что сделала слишком мало Хотя на самом деле Если подумать Она стала единственным человеком Кто открыто выступил Против диктатуры Против большинства Я вообще не представляю Насколько нужно быть смелым человеком Чтобы в 15 лет Там в 14 Против толпы пойти Очевидно Против толпы Которые уже Которые уже Очень сильно одержимы Одной идеей И даже сама Алиса Не смогла мне объяснить Что с ней тогда случилось Потому что она Даже впоследствии Много раз в своей жизни Она не смогла быть Такой же смелой С тем мальчиком Я думаю, что Это чувство стыда И как вы сами правильно сказали В ПТСР Потому что эта история Отложилась Мне кажется На 100% людей Которые участвовали В этом эксперименте И просто у всех по-разному Видите Кто-то как Марк Например Который уже Как раз он не дожил До премьеры На него это повлияло так Что он Стал одержим Изучением Холокоста Прихода диктаторов К власти Способами сопротивляться То есть Его это очень сильно Прямо заводило Как сейчас мы говорим Тригерило И он буквально мог Часами рассказывать На эту тему То есть Ты просто касаешься тем Как приходит Пришел Гитлер к власти И он просто начинал Там рассыпаться Вообще в историях И просто у каждого Видимо по-разному На каждого по-разному Льго Но у кого-то Это видимо Очень мощное чувство Просто да Оказалось Как вы считаете Александр Школа поступила Правильно И штат Выгнав учителя Без права работы Не только Учителем истории Но даже тренером По баскетболу И так далее Потому что на самом деле Эксперимент был чудовищный Это очень сложный вопрос Потому что здесь такая Этическая грань Можно ли ставить эксперимент На живых людях Тем более на детях Все, что касается детей Мгновенно вызывает Разве просто Полярные реакции И мне просто Кажется, что К моему сожалению Мне кажется, что Рон Если бы он Чуть больше ему дали свободы И чуть больше дали Возможности дальше преподавать Я думаю, что мы бы увидели Там, не знаю, несколько книг Еще такие же, как Его ИС-Волна Несколько важных экспериментов Он сказал очень важную вещь Тогда, что Если бы кто-нибудь из школы Хоть раз Зашел бы и задал вопрос Что вы здесь делаете Эксперимент закончился В ту же самую секунду Но настолько всем было плевать Тогда, что происходит С закрытой дверью Что так и все продолжалось И в этом смысле, конечно Я думаю, что Реакция школы Это был способом защиты Просто этого у нас нет Это мы как бы отодвигаем Все, у нас такого не бывает Самый простой Самый глупый способ Который можно было придумать Мне кажется Вы как человек Который с Роном Разговаривали Он как себе представлял Продолжение этой истории Вот если бы ему разрешили Остаться в школе Что бы он делал дальше Вы знаете Как ни смешно Рон уже на самом Давно уже Хотел бы Двигаться дальше Он настолько Устал Он сделал большое Исключение для нашего фильма Просто потому, что Мы очень много с ним разговаривали Очень много говорили Про ценности И про смыслы Но он в целом Еще лет 15 назад Когда был маленький фильм Который сейчас вообще нигде не найти Сняли сами школьники Про это Просто чтобы запомнить Эту вещь Он уже так сказал Что я вот сейчас в нем снимусь И больше вообще никогда Даже вспоминать об этом не буду Но его все равно Зовут еще Периодически на спектакле На экранизации Там уже до сих пор Даже я слышу, что в Москве Сейчас идет где-то спектакль По волне Я вот такие же глаза Сделал, как слышал Понимаете Это либо очень смелые люди Либо прям совсем уже Да Да Я вам больше скажу Я не знаю Насколько это проверенная информация Я не верю в это Но мне Марк говорил Что часть финансирования Идет из Министерства культуры Я Я не верю в это Если честно Но Просто то, что это как-то Слишком несвязанные вещи Но тем не менее Вот он Слово-то спектакль Да, он происходит Сейчас он может посмотреть Ну вообще Конечно Все то, что происходило И внутри класса И за пределами класса В школе И за пределами школы В семьях Это такой срез общества В шестидесятых В конце шестидесятых В начале семидесятых Соединенных Штатов Америки И поэтому Я тут абсолютно согласен И с вами И с Роном С тем, что Стоило кому-нибудь Открыть дверь Вот в это замкнутое пространство Сказать Э, а что у вас тут происходит Хорошее или плохое То, наверное, бы все Ну Навряд ли это превратилось бы в шутку Но В общем-то Во что-то бы превратилось Но давайте Тут очень важно ведь Когда это происходило И что происходило в Америке тогда Это же очень важный период В становлении Американского образа жизни Американских свобод Новой американской культуры Новой американской музыки Новой американской литературы Вот всего того Что на этой протестной волне Когда затем был Уотергейт И отмена войны И прочее-прочее Вот давайте Как вы считаете Возможен ли был Такой эксперимент В другое время В другой средств Американской истории Или все сошлось Это очень хороший вопрос И я могу Наверное Слава Мирон Ответить Потому что Рон Рон сказал Что все сошлось Действительно Прям вот Возможность была Вот бывает лазейка Такого свободного Классного преподавания Ты мог делать Что хочешь И когда Настолько много Происходило Перемен Прям буквально На твоих глазах Что дети Могли действительно поверить Совершенно какую-то Странную мысль Что где-то Ну Представляете Вообще Каково это Вот сейчас мы так вот Задним числом думаем Что у тебя есть класс 15 детей 30 детей 14-15 лет И вам говорят Что вы Будущие члены партии Которая там Закончит войну Ну Казалось бы Бредовая же идея Но настолько Много всего Менялось Настолько Много всего Происходило Что И настолько тебя Медленно погружали В этот эксперимент Что Вот это все Окружающее пространство Заставляло тебя Поверить Что действительно Наверное Наверное Ты действительно Можешь какую-то Очень важную роль Сыграть в этом Тем более В тот период Как раз Буквально В это же время Самые большие протесты В Америке Были именно В Сан-Франциско Самые большие Антивоенные протесты С огромным Участием Рок-групп Там мне Марк пересказывал За кадром Он мне рассказывал Он участвовал В одном из них И там прям Группы были Как вудсток Такой, знаете Огромные Люди просто шли Тысячами И конечно Это влияние Возможность Повлиять на то Что я не пойду Служить в армию Для мальчика 15-летнего Который Через два года Уже может пойти В армию Для него это было Очень важным Мой вклад Я сейчас делаю Скажи сегодняшним Школьникам Антивоенно настроенным Может быть Они тоже Захотели бы Какой-то вклад Сделать Это я уже Так Фантазирую Александр Возможно ли Такой эксперимент Сегодня В Соединенных Штатах Америки Вы как человек Который был И в Силиконовой долине Снимал там Фильмы о новых школах О других школах О разных школах Как вы считаете Я думаю Что нет Я думаю Что сегодня Уровень прозрачности И Во-первых Просто потому Что сейчас Можно все проверить Рон сам говорил Что ему очень сильно повезло Что не было смартфонов Потому что В общем Представляете Если Учитель заходит в класс И начинает говорить тебе Про какую-то политическую партию Что ты будешь Сейчас в будущем Ты можешь достать телефон И закончить проверку Этой информации Быстрее чем он Закончит свою речь Уже вот одно это Лишает возможности Обилие информации И доступность Она уже Делать невозможный эксперимент Но помимо этого Мне кажется Что мы живем В век новой прозрачности Когда все Напоказ Все обсуждается И Я думаю Что рано или поздно Один из школьников Рона бы написал Пост в фейсбуке Который бы очень быстро Разошелся И Рона бы уволили Еще раньше Чем его уволили В 67 году Поэтому Понятно Понятно Скажите пожалуйста А мог бы этот эксперимент В обратную сторону пойти То есть мог бы он Воспитать Ну я не знаю Не фашизм Ну наоборот А что такое Новых демократов Каких-то Людей С потрясающей эмпатией Например Еще что-то То есть Такой же Пятидневный эксперимент Но не в тоталитаризм И не вот в эту сторону А в другую Ведь нулевая точка же Она находится вот здесь То есть Рон предположим Ушел влево А надо было уйти вправо Возможно было бы такое Знаете Я очень хочу ответить На ваш вопрос Утвердительно Но мне кажется Что мы Где-то внутри каждого из нас Есть такая темная часть С которой просто Мы осознанно работаем С разной степенью успешности Но к этой Темной части Гораздо проще апеллировать Гораздо Быстрее Вот так вот Подхватить человека На какую-то ненависть На какую-то злость На ощущение себя Большинством Которое сильнее Чем меньшинство Поэтому Я думаю Что Знаете Буллинг возникает В школах очень быстро Какие-то Какие-то классные Компании Которые возникают Из дружного класса Они годами формируются Поэтому я думаю Что к сожалению Такая условная Прививка От фашизма Который он сделал Шестьдесят лет назад Она скорее Возможна Чем построение Такого прекрасного Образа будущего Который он мог бы им дать Я думаю точно Это было бы возможно С его талантами Но мне кажется Это потребовало Гораздо больше Чем пять дней Если честно То что сегодня Происходит В России В Северной Корее Там не знаю В Азербайджане В Турции В Украине Возможно Опять же В Армении Там Азербайджан Про нас что-то А мы там Про них И так далее Это похоже На эксперимент Рона В огромных масштабах Или не похоже Я ждал этого вопроса Спасибо вам Вы имеете в виду То что происходит В мире Или то что происходит В школах В школах В школах В школах прежде всего Оттуда наверное Мостики уже можно Перекинуть И в большой мир Ну вы говорите Про эндокринацию Детей То что происходит Я к сожалению Вижу Нехорошую тенденцию Которая на самом деле Конечно Моя родная страна Идет здесь С большим отрывом Сейчас Вот она Просто наверх Подняли руку Держим Держим Герпусский Молчук Смирила Слада Груз 200 Мы вместе Школьники из российской Карелии Примерили бронежилеты Чевака Вагнер Боец Чевака Вагнер Провел урок мужества Школьникам в Великом Новгороде В этом учебном году Минпросвещение России Ввело в школах Патриотический урок Разговоры о важном Изменения коснулись Иеге по истории В экзамен включили задания Связанные с военной операцией На Украине Ранее Сенатор Ирина Рукавишникова Выступила с инициативой О том Чтобы в российских школах Также начали показывать Документальные фильмы Об участниках спецоперации Патриотическое воспитание Охватит 72% молодежи Заявила Татьяна Голин Из ИГ по обществовознанию 2024 года Убрали темы Демократия Гражданское общество И альтернативная служба Уруил Пеливин и Шаламов Из школьной программы В России Изъяли книги О сталинских репрессиях Но как бы я не хотел поругать Происходящее в России сегодня Я слышу Очень много И вижу своими глазами Что например В Америке Когда в Америке Час жалуются Например что Трамп Убрал из учебного плана Критическую расовую теорию И всячески вытравливал Разговоры О нашем Diversity Вот это все Вопросы расы И так далее Это очень сейчас В большой противовес Вошло с тем Что мы видим Black Lives Matter И так далее То есть это прям вообще Совершенно несвязанные вещи Понятное дело Что в Северной Корее Я даже боюсь подумать Что там происходит Хотя очень интересно было Посмотреть конечно И европейские школы На мой взгляд пока держатся То есть европейские Может быть для кого-то Это кажется каким-то таким поверхностным Но я вижу Что там как раз таки Этого дети лишены Там как раз очень много свободы Я вижу что Действительно много Вот в паталитарных государствах И как ни странно в Америке Которую Стивен Пинкер назвал Относительно демократической страной Там действительно Вот происходит Такие вытравливания Какой-то А вот в Японии еще Хороший кстати факт Вы знаете Вот в японском учебном плане Ничего не найти Про отряд 731 И про преступления японцев В Нянкине Гриню То есть два чудовищных факта Которые мне кажется Я когда Впервые об этом В своей жизни прочитал Мне кажется Неделю потом не спал Вот наверное Два примера Самого чудовища Что можно было сделать В человечестве Друг с другом Вот этого В японских книгах По истории не найти Совершенно И дети об этом не знают И более того Остатки отряда 731 Музея который остался В Харбине Там приглашают детей И там Отодатель этого музея Очень сильно Старается Рассказать о том Что на самом деле Происходило в Японии В Турции дети Не изучают геноцид Они ничего не знают Об этом вообще В Азербайджане Детей учит тому Что вся территория Армении Это Азербайджан Ну в общем Не удивляю Скажите А кто главный кукловод Вот этого вот всего Есть Два черных Ну черных в смысле Темных Каких-то персонажей Может быть их 7 Или человечество Сошло с ума Что происходит Мне очень нравится Стилистика нашего разговора Мы с вами как будто сидим Выпили уже достаточно Наступило утро И мы такие Ну слушай Давайте поговорим о жизни Ну иногда полезно же Как ты думаешь Кто-то управляет этим миром Или нет Знаете Я думаю Что здесь все просто Мне кажется Диктаторам Очень сложно Принять Что жизнь их конечна Они не могут Смириться Этой мыслью Им очень важно Продлевать себя Как можно дольше Не случайно Что мне кажется В России происходит Последние два года Именно это Попытка воспитать Новое поколение пионеров Попытка воспитать Новое Даже вот Вы сейчас упомянули Эти примеры Это тоже попытка Воспитать новое поколение детей Которые думают Так же как ты Потому что если ты думаешь Что да Вот там Нет какого геноцида Дети тоже должны Об этом знать Они должны думать Как ты Такие мини-я Как Постин Пауэр Сформируются И Это конечно Ну это То о чем На самом деле Наш фильм и есть О том что Когда образование Из попытки сделать Я знаете Я вот Сформулировал недавно Для себя Смысл образования Чтобы каждое Следующее поколение Жило лучше Чем предыдущее И вот мне кажется То что мы с вами обсуждаем Это полный противовес Это вот попытка Вернуть себя в прошлое Максимально Затащить там Да вот руками мертвеца Обратно в прошлое Обратно какие-то Нафталиновые вещи Которые уже давно Мы пережили Вопрос Который меня волнует Насколько это возможно С сегодняшним детьми Которые Поколение ТикТока Фейсбука и так далее Мне кажется что Трудно воздействовать На ребенка Который может прочитать В гугле все про геноцид Или про территорию Азербайджана Например Да И Армении Но люди пытаются Сделать С теми возможными способами Насколько получится У меня к сожалению Есть примеры Когда это получалось В ближнем окружении Но это пока что Очень скучные К счастью Примеры Александр Ну вот вы сказали Я задумался А если Турецкий ребенок Никогда в жизни Даже не слышал Про геноцид Вот он Впервые может услышать Про геноцид Встретившись Например С армянским ребенком Или с армянином Где-нибудь в Европе Ну наверное Начнет гуглить Наверное Начнет задавать вопросы И что дальше Вот он один узнает Погуглит Узнает Пойдет Там в школе Что-нибудь скажет А ему скажут Нет такого не было Ну где В смысле Вот это вот Этот ручеек Маленький Он может превратиться В бурную реку Которая сметет Вот это вот Или нет Вы знаете Как говорит Один мой Хороший друг Преподаватель Когда у него Он часто выступает Перед учителями И у него Часто возникают Конфронтации С учителями Они очень его не любят Иногда Хотя он в конце Очень выруливает Всегда Он говорит Наша встреча хороша тем Что она закончится Вот мне кажется Что школа хороша тем Что она заканчивается Понимаете Как бы тебя не пытались Индотренировать Какой бы мусор Тебе не пытались В голову воткнуть Ты все равно выходишь Из нее И Ну неизбежно Встречаешься С абсолютно разными людьми Мы с вами живем В эпоху глобализации Слава богу Никто из нас не живет Исключительно в одной стране Ни с кем не общаясь Ни с кем не разговаривая Никуда не ездит По миру Как только вот это ребенок Про который вы сейчас упомянули Поедет в любую точку мира И так или иначе Начнется Этот разговор начнется Да Мы коснемся этой темы Ну наверняка Хотя бы как минимум Разница во взглядах Она должна спровоцировать На какой-то самостоятельный Поиск информации Я правда верю В то что У меня есть Опять же Я что-то все время В нашем разговоре с вами Цитирую других Но у меня есть знакомая Одна из умнейших женщин Которую я знаю Которая говорит Что у поколения Она говорила про Россию Конечно Но я думаю Что это характерно Для многих Она говорила Что у поколения наших бабушек Мозги были Заизвесткованы На сто процентов У наших родителей На Семьдесят пять У нас на пятьдесят И наша роль Как родителей Сделать так Чтобы наших детей Было на ноль процентов Известки в голове И мне кажется Что дети современные Они уже Куда менее подвержены Вот таким вот штампам То есть я думаю Что Одна, две, три встречи Немножко больше Каких-то разных людей Вокруг тебя И у тебя Твоя какая-то парадигма Вот это вот Все твои знания Будут немножко Сдвигаться В какую-то позитивную Как мне кажется В сторону Хочется верить Конечно Хочется верить Ваши бы слова Да Богу Как говорится И в уста И в уши Вот Чтобы он И сверху Эту всю информацию Опускал Потому что Вы знаете Все что вы говорите Это хорошо И наверное Адекватные люди Так и живут Так и должны жить Но потом Они рано или поздно Возвращаются В свою страну Где самый главный Очень часто Обычно Усатый человек Так Получается Не всегда Не всегда Но у нас И справа И слева Усатые люди Вот они говорят Нет ребята Все что вы там Погуглили И поговорили С журналистом Из Армении Поговорили Это все Неправда Вот Правда И получается Возникает Такой когнитивный Диссонанс Который может быть В хрупком Детском Или юношеском Мозге Может произойти Катастрофа Ведь И в ту И в обратную сторону Я не знаю Или 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 нет Я тут Вспоминаю Фильм про Северную Корею Виталия Манского Где Он снимал Сцену Может быть Если вы видели Там была Сцена Где девочка Рыдала Когда подумала Что она подвела Своего Лидера Политического Тем что Не так Почитала Стихи Кажется Я думаю Что Знаете Это такой глобальный вопрос Что будет С этим ребенком Который вернется В страну Мне кажется Что Ребенок Которого Изначально Есть семя Какого-то сомнения Он скорее всего Уже не вернется В страну Где Я знаю Очень многих Кто Разъезжается Те кто Учится Знаете Я бы Знаете Что Недооценивал бы Не Сформулирую Недоверие Ко взрослым Скажем так Недоверие Ко взрослым Авторитетам Оно сейчас Гораздо больше Конечно Гораздо больше Доверие Ко взрослым Чем было в моем возрасте Когда я был школьником Но тем не менее Вот это ощущение Что это какой-то старпер Что-то тебе говорит Оно все равно Очень важно И Я надеюсь Что сегодняшние Российские школьники Раз уж я там Перевожу на Россию То Для них эти разговоры О важном Это будет просто Какой-то Транный урок На который они просто Не ходят На который они не ходят Они забивают на него Они прогуливают его И так далее Я бы Вот Все равно бы Не убирал бы это Знаете Сочетался Мне кажется Это важная вещь Которая тоже может Повлиять Может быть таким Маленьким кирпичиком В твоем Пифеме ценностей И Не знаю Я вот хочу Знаете Быть сегодня На стороне добра Вы будете Меня пытаться Разубедить А я буду говорить Нет Нет Все хорошо Все хорошо Все хорошо Скажите Но тут же проблема Еще и Не только В российских Детях Есть же проблемы И в украинских Детях Так же как С точки зрения Азербайджанских Журналистов Или журналиста Есть проблема Армянских детей А как вот с этим В Украине же Все с точностью Да наоборот И у нас соответственно Да А как там Я просто хочу сказать Что наверное Все вместе Должны Собраться И решить И сказать Ребята Вот давайте Будем говорить Только правду И ничего Кроме правды Как говорят Очень важные люди Когда кладут Руку На очень важную книгу Да Ну то есть Невозможно же Сегодня Говорить о том Что в украинских Школах Там Должны учить Вот так Или учат Вот так Или в армянских Школах Не должны Вот это говорить Или должны Говорить И это тоже Ну чтобы параллельно Зеркально было И в азербайджанских Учебниках истории Например Как это Как вы это себе Представляете Как человек Который Занимается образованием В вашем идеальном мире Должна была быть Большая Общая книга Истории Книга джунглей Таких Вот Которую бы изучали Все И в которой была бы Вся правда О зверствах Японской Квантунской Армии О зверствах Соответственно Китайцев О зверствах Американцев О зверствах О зверствах И прочее Прочее Или все-таки Как Как вот Ох какой глобальный вопрос Дайте подумать Ну Мне кажется Что все К сожалению Что никакая Такая книга Она бы все равно Не помогла бы Если честно Потому что Слушайте Мы же напоминаем Не книги Мы запоминаем С вами Людей Которые нам Это преподали Вот этот фильм Про Рона Он на самом деле Об этом Он же вряд ли Кто-то помнил Какие книги Они читали Вместе с Роном Они помнили Как он делал уроки Как он привозил Немецких музыкантов Когда они проходили Германию Как он приглашал Китайских музыкантов Когда они проходили Китай Мне кажется Что книга Такая вряд ли Нужна Если есть Очень талантливый Учитель истории Который может С тобой так поговорить То ты придешь домой И сам Не знаю Погуглишь Сам как-то Посмотришь Пообщаешься с людьми И Сформируешь для себя Какую-то свою точку зрения Мне вообще кажется Что Очень классно Когда учитель Он Не помещает тебя В ловушку Какую-то клетку Вот так нужно Вот это правда Послушай Вот это правда Потому что Вот это убеждение Что есть одна правда Оно действительно Оно важно Когда ты знаешь Что есть правда Но к сожалению Мы как люди Можем потом Это перенести На другие сферы жизни И как только Нам другой человек Скажет Что вот это правда Мы такие А ну вот это правда Окей Хорошо Значит Я буду так думать Мне кажется Важнее Чтобы у нас были Не книги С общей историей А как можно больше Талантливых людей Которые могут Нас провоцировать Думать Вынести какие-то свои Вот чем был ценен Рон Да Вот этот Рон Мне поразило Что Рон Это очень важная деталь На самом деле Которую мы в фильме Оставили Что он В то время Участвовал Войны в Вьетнаме Но ни словом Не сказал Детям Сказал об этом детям Да То есть он говорил Вот вам информация Изучайте Говорите Говорите Что вы думаете В итоге У них там были Крайне правые Крайне левые И он давал им Всем возможность Сосуществовать Друг с другом Как-то общаться И это мне кажется Очень важно Когда ты можешь Помочь детям Ты сохранишь Свой нейтралитет Даже если тебе Очень сильно хочется Им как-то передать Эту информацию Но помогаешь им Как-то прийти Вот каким-то Своим выводом Вот мне кажется так Ну а как вы себе Представляете Вот где будет Инкубатор По разведению Таких учителей Историй Которые будут Потом работать В украинских школах Русских Армянских Азербайджанских Турецких Вот где Где найти Смелого учителя Истории В России И в Украине Чтобы он сказал правду И где найти Настолько смелого Человека в Азербайджане Который скажет Что ребят Ну вот Чушь вам несут Или в Турции Который скажет Да В Османской империи Был геноцид Ну да Да Мне за Украину Тяжело очень говорить Я могу только за Россию Говорить Что сейчас конечно Это Это я думаю Таких единиц Я думаю Что они есть Но они Каждый урок Они наверняка Складывают вещи На всякий случай В маленькую коробочку На случай Если ребенок Запишет Это все Диктофон Отнесет ФСБ Или отправит Онлайн Сейчас это Можно сделать Очень быстро Я думаю Что вопрос Где найти хороших учителей Он меня интересовал Последние лет 7 Как я пишу Пишу свои книги Другая школа Их уже две И снимаю фильмы Про другие школы Потому что Их очень мало Потому что Хорошие учителя Это такое призвание Этих людей Мы помним Десятилетия спустя Причем у меня таких не было Людей К сожалению Я здесь Скорее завидую другим Которые там 50 лет спустя Приезжают с розами К своей учительнице Истории Потому что Помню Как она там Не знаю Или как учитель литературы Про которую Я не упоминал Он сказал Что он стал Учителем литературы Потому что Его учительница В школе Приносила книгу В класс И говорила Слушайте Я на помойке Нашла книгу Пытаюсь понять Это чехов Или нет Давайте вместе подумаем И весь класс И весь класс подключался И он говорит Вот эта любовь к литературе Какая-то вот такая Заразная Микроб Которая распространялась В классе Он говорит Настолько меня заразило Что я просто потом Стал преподавателем Литературы Очень хорошим Очень известным И мне кажется Что вот эта вот Попытка Сейчас после ковида Плохая конечно метафора Да Ты заразить можешь Других своим энтузиазмом Но Это что Это либо есть Либо нет Поэтому Где таких Нази Я таких ищу Пытаюсь их собрать В одну копилку А пытаюсь другим Показать Где они есть Вот Таких людей Конечно очень мало Но они есть Александр А вот этот учитель истории Который придумал Такую систему Образования Или прививки Любви к литературе Он заморачивался По этому поводу Или это настолько легко Ему пришло Вот эта идея Что вот так зажечь Учеников Я имею ввиду Он систематизированно Научно Вот такие учителя К этому подходят Или это происходит Спонтанно Случайно Как это вообще Я думаю Что в том случае В случае того учителя Пора его уже назвать Мне кажется Мы столько про него говорим Сергей Волков Он до сих пор Пропает с этим в Москве Я думаю Что в случае того человека Это была просто Огромная любовь к литературе Которую ему передалась С учительницы А дальше Ну вы сами знаете Вы любите свое шоу Вы любите вести программу Вам не нужно Систематизировать Как вы будете сегодня вести эфир Правда ведь Он наверняка Просто вас настолько прет От того что вы сейчас делаете Что вы сейчас готовы Придумывать разные форматы Звонки слушателям И так далее Мне кажется Здесь то же самое Когда ты можешь Когда ты каждый день Идешь на работу Думаешь Так Как бы их сегодня Вот так вот Как-то подцепить Мне очень понравилось Тоже в моей книге есть Одна учительница Размышляла Как ей ловить внимание В первые 20 секунд В первые даже 15 секунд Знаете Как в ютюбе сегодня Мы первые 30 секунд Пытаемся поймать Зрителя И она доходила до того Что она Проходила в такую Шумную аудиторию И никто не обратился На нее внимания И громко говорила А Цветаева была Лесбиянкой Все такие А! Вот И вот эти 15 секунд Понявите Она поймала их Поймала это внимание И дальше начинала Понимаете Это скорее Можно назвать Системитизацией Наверное можно Но это скорее От того что тебе так Кайфово от твоей работы Тебе так хочется их поймать И вот как ты Что-то им сегодня передать то ты такой, вот я попробую так, а вот я попробую так, а вот здесь их поймаю немножко. И это, конечно, безумный азарт на самом деле. Но это требует большого усилия. Возвращаясь к эксперименту урона, я хочу провести некую параллель, а может быть, мостик перекинуть, к другому эксперименту, который через несколько лет произошел в 1971 году в Стэнфорде, когда студентов профессор разделил на охранников и на тех, кто сидел в тюрьме. Тоже абсолютно страшная, чудовищная история, про которую тоже снято очень много фильмов, документальных в том числе, написаны книги и так далее. Как вы считаете, это продолжение эксперимента, во-первых, или это другой подход к одному и тому же вопросу и очередное наказательство, что все-таки зла в человеке гораздо больше, чем добра? Я думаю, что в целом это про одно. Более того, Фил Зимбардо, который провел этот эксперимент, он дружит с Роном, и я хотел с ним сделать интервью для этого фильма, но он, к сожалению, в очень плохой форме. Ему 89 лет, 88 было, когда мы снимали. Я даже не знаю, жив он до сих пор или нет, надеюсь, что жив. Но он, к сожалению, не может давать интервью. Для меня это про одно. Вы знаете, я даже больше скажу, ведь в тот же самый период, буквально через несколько лет, случилась еще одна важная вещь, которую мы... Которую очень часто вспоминают в Америке, но мало за ее пределами. Это Джонс Таун. Наверное, вы знаете, это тоже случилось. Мало того, Джим Джонс звонил Рону Джонсу, однофамильцы, и просил у него мастер-класс по манипулированию людьми. Когда узнал про эксперимент «Волна», то есть это все связано, все эти истории, все они случились в одном месте и буквально с люфтом несколько лет. И это, конечно, поразительно, как это произошло. И они все об одном и том же. О слепой вере, о том, как только у тебя появляется власть, ты теряешь все границы, ты не можешь уже по нему... То есть для тебя важнее управлять людьми, чем дать им что-то. Потому что Джим Джонс, очевидно, прикрывался хорошими вещами, но погубил тысячу человек за один день. Так же, как Рон, в каком-то смысле, ну, с более позитивным исходом, конечно. Поэтому, да, для меня это все истории про одно. Про то, что ты... Это, на самом деле, очень легко перекладывают, конечно, на любые реальности, но это опьянение властью и потеря контроля, конечно. Как только ты чувствуешь... Мне кажется, у нас сегодня с вами такой литмотив разговора, что насколько хороший исход, если он может быть хорошим, оправдан плохими намерениями. Очевидно, что у всех... Не у всех героев, которые мы сегодня обсуждаем, были хорошие намерения. У кого-то это просто опьянение властью, к сожалению. Тогда, если мы говорим про это, если все люди плюс-минус это либо знают, либо слышали, либо понимают, либо видят, что вот учились в одном классе, нормально вроде был мужик, а теперь вот он депутат, ездит там на машине, и вдруг совсем другой. Не здоровается со мной, любовница появилась, воровать начал, там еще что-то. И так далее. Ну, в общем, я думаю, что все люди на планете Земля, исключая, может быть, какие-то там племена, которые живут в Амазоне, прекрасно это все понимают. Но, тем не менее, мы продолжаем все так жить, и, тем не менее, такое впечатление, как будто так, это абсолютная норма, и так и должно быть, и с этим ничего невозможно сделать. Мне почему-то кажется, вот мы недавно шутили в эфире над тем, что, слушайте, ну, элементарная вещь, которая лежит на поверхности, для того, чтобы водить автомобиль, тебе нужно сдать экзамены, получить права, периодически их там предъявлять, сдавать, значит, справку на то, что ты психически здоров. Да, проходить медкомиссию. Да, да, да. Если ты врач, ты должен получить образование, потом там каждые 4 года подтверждать свою лицензию. Если ты учитель, вот, ты должен говорить, то есть ты должен периодически тоже проходить там что-то, что-то, что ты знаешь, что ты в курсе, что у тебя... А если ты хочешь стать депутатом, если ты хочешь стать министром, если ты хочешь стать премьер-министром или президентом, то тебе ничего не нужно. Тебе даже справки из психиатрической клиники никто не требует, понимаете? В некоторых странах не нужно даже в армии служить для этого. Вот. Причем в воюющих странах, казалось бы. То есть это же абсолютно чудовищно. То есть судьба... Человек, от которого, судя, зависят судьбы миллионов, ну, миллионов минимум, и там есть сотен миллионов и так далее, то есть этот человек может быть шизофреником, больным, там, алчным, лживым. Я не знаю, там... Ну, это же неправильно. Именно поэтому я... Уже лет восемь у меня есть идея проекта, я его начал даже уже делать. Это, знаете, такой сиквел «Другой школы» для меня, потому что, ну, это прямая вообще взаимосвязь. Я задумал идеи «Другие политики». Я нашел список, мне потребовалось, наверное, лет восемь, чтобы составить такой список из десяти человек всего лишь, понимаете? Вот тех, кто не подходит под те критерии, которые мы сейчас упомянули. Это, там, министр культуры, который может ездить на машине 1982 года и жить в квартире съемной, да? Это, кстати говоря, бывший президент Эстонии с труднопроизносимым названием. Керсти Кер... В общем, у меня сейчас... Очень сложная фамилия, я каждый раз немножко... Но она первым делом отказалась от жизни во дворце, осталась в своей квартире, она носила одно и то же платье, потому что она против чрезмерного потребления и так далее. То есть вот эти редкие примеры людей, которые пришли во власть ровно потому, что они хотели что-то сделать важное для людей, а не потому, что они хотели ездить на Мерседесе и сорить деньгами в казино по вечерам. Это очень важная штука, на самом деле. И это как раз таки... Для меня это все вообще в одно выстраивается. То есть хорошая другая школа, она тебя воспитывает другим человеком, у которого другие ценности, который становится другим политиком. То есть это на самом деле... Почему я так люблю тему про школы? Потому что это не про школу, на самом деле, про нашу жизнь, про то, как воспитывают нормальных людей. Появляются нормальные люди, которые показывают нам, как можно жить. Вот такие герои... Кстати говоря, в Ереване, в Армении есть у вас один такой политик. Я даже не назову вам сейчас его имя, но я помню, что он меня поразил тем, что он в чатах релаканских участвовал, приходил и какие-то вопросы прям решал буквально так. То есть его спрашивали напрямую, а потом выяснилось, что это министр какой-то был. Меня это поразило. Не экономики ли? Возможно. Арам точно знает, Арам Пахчиньян, который сработал Айбе, он точно знает. Я уточню потом. Но меня поразило, что вот для меня пример тоже другого политика. Слушайте, ну а хорошо, то есть получается так, что это опять же не заговор, но и тем не менее такая человеческая слабость, что все мы стремимся туда, ну большинство, скажем так. И как только мы достигаем вот этого священного Грааля или там пьем из него один глоток, у нас что-то меняется, и мы вот становимся такими вот злыми, нехорошими. То есть реально власть, она проявляет все самое худшее в человеке. Власть, популярность, деньги, мне кажется, да. Помните же хорошую фразу, что хочешь узнать человека, поработай с ним или отдал же ему денег. У меня в жизни ровно так. То есть ты вот на самом деле, соприкасаясь с человеком, мы с вами немножко до эфира обсуждали вот это вот разных людей. И есть же какой-то еще следующий уровень, когда ты понимаешь, что у человека есть такой образ популярный. Это, мне кажется, самый страшный уровень. Даже страшнее, может, для того, что мы с вами говорим. Потому что есть люди, которые дорвались до этого, и они открыто, хочется какое-то очень приличное слово сказать, но они открыто себя ведут не очень хорошо. Как я очень мягко сказал, как будто для аудитории 6+, говорю сегодня. А есть большое количество, мы с вами знаем этих людей, и в медиамире таких очень много, которых публичный образ потрясающий. Они гуру, с ними все советуются, но в жизни соприкасаясь с ними, ты понимаешь, что это такое дерьмо. Но это же кошмар. И это самое страшное, мне кажется, когда люди... Вот это лже-гуру, который возникает, вот это действительно проблема большая, мне кажется. Люди не просто не прошли проверку, они еще себе придумали субличность, и вот с этим живут как-то. И других с собой ведут. Светлое будущее. Да. Можно надеяться. Александр, ну а как? Эти люди верят в то, что они делают? Или им правда платят так много денег, что они это делают? Как это происходит? Вы имеете в виду тех, кто не прошел проверку деньгами и властью? Да, да, да. Я думаю, что... Я думаю, что когда нет рядом людей, которые тебе скажут, что ты делаешь что-то... Знаете, вот тебе такой писатель, Дмитрий Глуховский. Мы когда с ним общались, мы с ним поддерживаем общение, и он говорит, что я до сих пор уже, сколько книг продано, я до сих пор держу вокруг себя трех друзей юности, которые говорят мне, что я задрот, и книги мои плохие, и вообще плохо я пишу, и это очень полезные люди, которые твою оптику перенастраивают. Ох ты, я сейчас продам кучу тиража, миллионы книг, все, я гений. И вот это важно, когда у тебя есть кто-то, кто тебя немножко отпускает на землю. Мне кажется, что сегодняшняя ситуация с российской политикой, она наступила во многом еще потому, что не было людей вокруг одного человека, которые сказали бы ему, что что-то идет не туда. И вот это вот важность таких людей, мне кажется, мы недооцениваем. Их не хочется иметь, потому что они, конечно же, говорят там те вещи, которые мы не хотим слышать, но очень важный человек, который говорит тебе вещи, которые ты не хочешь слышать. Слушайте, вот параллельно с вашим фильмом также вышел фильм исследования про Кадырова. Кадырова. И опять же, ну, сказал, ну, все, что я посмотрел, ну, мне более-менее, ну, 80% того, что там было сказано, я уже как бы знал. Просто понятно, что теперь это все уплотнили, теперь такой, такая свинцовая чушка, которая упала резко. Ну, вот смотрите, понятно, что у Владимира Владимировича рядом никого нет, кто может ему сказать там. Владимир Владимирович, вот Олимпиада в Сочи, это все-таки была не самая светлая мысль. А Кадырова Владимир Владимирович может сказать? Ох. Или это тоже такая история? Ну, то есть, смотрите, он же тоже вроде как вот абсолютно такой вот самодостаточный норм человека, который создал себя там или создали его там, не знаю. У меня, к сожалению, очень мало познания о жизни, личной жизни Кадырова. Я настолько стараюсь себя ограждать этой информацией, что я даже не знаю, что здесь сказать. Но мне кажется, что проблема, она ровно та же, что мы обсуждали вопросом раньше. Нет таких людей вокруг, мне кажется. Потому что, если бы были, то... Плюс, знаете, что, мне кажется, еще тоже красной ниткой проходит в нашем разговоре? Это какой-то культ личности, культ силы, который, к сожалению, это и в фильме про Рона есть, когда, да, вот есть фигура, которой ты поклоняешься, и ты делаешь... То есть, эта фигура, вначале тебе говорят какие-то вещи правильные, и ты до какого-то определенного момента со всем соглашаешься. Когда наступает момент, что уже вещи-то не очень правильные происходят, у тебя уже оптика перенастроена, ты не понимаешь этого. Вот это Джон Станун, то, что было как раз таки. Он же их всех собрал, изначально, это помощь людям, помощь там, юродивам, помощь другим. И он там, несколько лет, они жили в этой коммуне. Почему так меня эту историю увлекает? Потому что я не могу поверить, до сих пор я вот каждый раз, мы просто в Америке снимали про это, и меня до сих пор эта история потрясает. Я не могу понять, как вот я не мог понять после начала мобилизации в России, как можно ребенка, которым ты вложил столько сил, в 18 лет ты его воспитывал, давал ему любовь, не знаю, все, что можно, всего себя отдавал, а потом ты его отправишь на фронт. Я тоже самое не мог понять, что в Джон Станун, когда родители своих детей травили ядом по решению Джима Джонса. Мне кажется, что вот этот культ сил, он очень опасный, потому что ты перестаешь видеть опасный момент, когда вот все становится плохо, когда все должно уже остановиться на этой точке, ты уже не понимаешь, ты просто следуешь за человеком, и все. А в Америке, в которой тоже не все в порядке, и, в общем-то, демократия там тоже такая достаточно тоталитарная, и, тем не менее, Рон, испытывая большую любовь к господину Трампу, высказался по этому поводу. Вопрос в том, как вы привносите демократию, слышите ли вы разные мнения или лишь одно? У вас есть Путин, у нас Трамп. Я так понимаю, что там Трампу может сказать Байден, а Байдену может сказать Трамп. Рон очень не любит Трампа. Ну да, поэтому я в кавычках это все. Да, да, да. Да, ну, там же такая история, что в чем плюс Америки, что там вот эти вот разные штаты, голубые и красные, да, Blue State, Red State, и буквально сменив один штат на другой, ты можешь встретить совершенно других людей. И мне кажется, что это то, чего очень сильно не хватает большим странам, я сейчас про одну конкретно большую страну говорю, там, конечно, вы спросили про Америку, там, конечно, сейчас вообще кавардак был. Я, если честно, когда во время этого путешествия мы два месяца провели, я столько увидел общего с тем, что я вижу в России, видео в России, меня поразило. То есть, например, в Америке сейчас я это слышал от самых разных людей из самых разных штатов, что сейчас идет время, когда, ну, то есть споры по поводу разных политических взглядов было нормой всегда. Всегда люди спорят, там, демократы, да, друг с другом, там, да, республиканцы, но сейчас это просто такой пик, такая горячая точка, что люди перестают друг с другом общаться. То есть, я вот общался, мы там снимали слепого фотографа в Калифорнии, он говорил, что вот мой друг, его семья живет в Техасе, и он со своей семьей не общается, потому что они республиканцы, они поддерживают Трампа. И он с ними не может разговаривать, все, он с ними оборвал всю связь. То есть, такого не было никогда в истории еще. И это, конечно, всеобщий страх. То есть, я увидел там две вещи, которые меня поразили. Это всеобщий страх, что Трамп придет снова к власти, и одновременно какая-то ядерная поддержка электората в виде такого рабочего класса. То есть, мне каждый таксист в самых разных штатах под копирку говорил одни и те же вещи. Я был в шоке просто. Понимаете, как что-то таксист может... Такое ощущение, что меня один таксист возил по всей Америке, просто переодевался, потому что говорю, да, да, сейчас вот я плачу свои доллары, зачем они идут в Украину? Зачем они идут в Израиль и Палестину? Я хочу, чтобы мои доллары были внутри Америки. У нас своих проблем хватает. И Трамп, он как бы... Это тоже прокультил, на самом деле. Он четко поймал вот это вот, да, Америка first, Америка на первом месте. Не нужны нам эти все страны. Вот он поймал их на это, а дальше уже раскручивал свою идеологию. И это, конечно, опасная штука. Но противоезд всегда существует. Да, конечно. Вот мы были, мы больше всего времени провели в Сан-Франциско и в Калифорнии, в частности. И там, конечно, совсем по-другому. Там ощущение, что он же весь такой левый штат, абсолютно левый. И там вот этот вот глава Сан-Франциско тоже очень интересная история, потому что у них очень либеральный, как это, мэр там, да, города, который там вел... Ну, то есть, у него такие были сумасшедшие решения, не знаю, вы знаете об этом или нет. Он, например, снизил минимальный порог кражи из магазинов до тысячи долларов, примерно там, 800 долларов. Это, типа, небольшое, да, ты не попадаешь в тюрьму за это. И там кто-то говорит, что это классная свобода, а таксисты говорят, да посмотри, там после ковида позакрывали себе магазины. И в этом смысле, конечно, и при этом, при всем Рон убежден, что вот этот вот глава Сан-Франциско это следующий президент Америки после гонки Байдена с Трампом. То есть, это... Ну, просто Рон еще очень в левых взглядах, и для него, конечно, человек, который легализовал однополые браки, который максимально свободу во всем и везде, это такая идеальная фигура президента. Разные люди в Калифорнии говорили мне, что да, вообще, есть вероятность, что он будет следующим президентом. Я, к сожалению, помню только его имя Кевин, а фамилию я не помню. Может быть, вы знаете. Ну, вот когда Кевин станет президентом, мы вспомним этот разговор с Александром. И скажем все, что мы впервые услышали вот про этого человека от Александра, автора школы, автора книги «Другая школа». «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди?» Отличная эта история. Откуда берутся нормальные люди? То есть, вы считаете, что нормальные люди – это те люди, которых сейчас меньшинство. А вот почему же вот эти вот… Почему ненормальных так много? Слушайте, ну, как так? Знаете, сколько раз не прилетало это название? Сколько раз не писали в комментариях? Ага, это вы себя нормальными называете? Отделите людей. Это тоже нацизм. Это тоже фашизм. Вот. И это, конечно… Знаете, в этом просто название на самом деле ирония была, потому что я начинал вот еще в виде проекта, который был там в группе в Фейсбуке, книга была, там 200 тысяч человек было в группе в Фейсбуке тогда еще. И там были очень простые истории часто, какие-то очень понятные, про помощь, про взаимоподдержку, про какие-то там… Ну, то есть, идешь ты по улице и видишь, что тонет собака в речке. Ты что, пройдешь мимо? Нет, ты, конечно, не знаю, разденешься, даже не раздеваясь, прыгнешь в воду и спасешь этого пса несчастного. Это нормально, но, тем не менее, если вы это сделаете, я об этом напишу пост, я соберу на этом 200 тысяч лайков. Тебе будут восхищаться, вами скажут, какой гормалый одец, он взял и спас собаку, это же герой, герой. И какой-нибудь там 85-й комментарий будет, да, ребята, это, конечно, все здорово, но это же нормально, это же просто нормально. И в этом была ирония, что нормальные люди, это просто люди, которые поступают, делают простые вещи. Ну, вот я как раз в продолжении вашей мысли всегда тоже озвучиваю громко, что мы живем в странном, извращенном мире, где обычные, нормальные дела считаются героизмом, считаются, то есть политик не ворует, это, вау, это же, это же как, как, ну, вот, ты понимаете, насколько мы извращены, насколько мозг наш уже заточен под что-то другое. Но, видите, мы совершенно молодые существа на этой планете Земля. Когда мы успели испортиться, вас этот вопрос не интересовал? И насколько быстро нас можно исправить? Сколько нужно таких вот школ? Или они все должны быть такими? Вот как? Есть рецепт какой-то? Есть решение? Ну, я тут, на самом деле, опять же, на световой стороне, несмотря на то, что я каждый день сам борюсь депрессией и с мрачными какими-то мыслями, я просто очень большой покойник Стивена Пинкера, и мы с ним сделали интервью, на самом деле, личное, осенью выйдет, мы с ним поговорили в Гарварде, и мы с ним тоже об этом говорили. Ну, то есть, не совсем, как вот вы спрашиваете, но в целом про... Мы, конечно, успели испортиться, но мне кажется, что по сравнению даже с моим детством сегодняшние школы, ну, так вот, в среднем по больнице, да, говорим, не, конечно, там где-нибудь в маленьких уголках России, например, там, конечно, все еще, наверное, примерно так же, может быть. Но в целом количество сегодня заинтересованных родителей, которым важно то, что происходит с их ребенком, оно просто парадоксальным образом увеличилось. Знаете, я вот когда-то читал книжку «Охотник за разумом», есть такой известный сериал Дэвида Финчера про двух агентов ВБР, которые делали профил самых страшных преступников в Америке. У этого Джона Дугласа есть книга про серийных убийц, что он понял за время их изучения, как предотвратить нам вот это вот появление новых убийц, новых преступников. И он в самом конце, вот он, там, не знаю, 99% книги про жутких преступников, и в конце, он говорит там, буквально перед эпилогом, он говорит, что меня чаще всего в жизни спрашивают, как нам вообще, вот что нам сделать с тем, чтобы не было больше чудовищных убийц вот этих вот суды, более там, больше судов, больше полиции, не знаю, жестче наказание, смертная казнь, что нужно делать? И он говорит, мое убеждение после 40 лет работы в ФБР, изучения самых страшных преступников, это то, что единственный ответ это семья, здоровая семья, нормальное детство. Два простых, чудовищно простых условия, да, для того, чтобы вырастить нормального человека. Больше ничего не придумывало человечество для этого. мне кажется, что школа, это, конечно, прекрасно, но когда у нас есть осознанные родители, я сейчас говорю, понимаю, какие банальные вещи говорю, но это правда, когда есть родители, которым не все равно, чем занимается ребенок, а когда они не говорят ему, уйди, там, закрой дверь с той стороны, когда у нас есть родители, которые отдают полностью себя, там, какие-то все свои силы, которые остались после работы на детей, это, это на самом деле самое главное, что есть, потому что вы сразу можете отличить ребенка, который был нормальный, здоровый детство, от ребенка, которым родители пренебрегали. У кого-то, наверное, это может быть в плюс, там, большая часть творческих людей, это люди, которые недополучили любви в детстве, теперь недополучают ее от слушателей, зрителей, не знаю, кого угодно, но я думаю, что все с вами захотели променять на счастливую жизнь и потом уже выбирать хотимую популярность или нет, а не потому, что нам нужно научить им, чтобы внутренние дыры залатать, вот этим вот. Поэтому, да, мне кажется, больше книг и больше вот то, с чего мы начали, на самом деле, то, что когда ты переводишь вот в эту категорию, пусть будет больше родителей, увлеченных книгами, увлеченных родительством каким-то осознанным, пусть будет больше учителей, которым кайфово видеть другие примеры, они хотят так же. Поэтому я вот свою роль именно в этом вижу, больше создавать контента, который некоторым образом вдохновил бы этих людей, они бы, вау, оказывается, есть романтика в этом, какая-то есть классная штука, я могу как-то попробовать что-то с ребенком сделать, какое-то взаимодействие, это к чему-то приведет в будущем. Потому что это же тоже такая штука, вот мы с вами говорим про это, но мы знаем, почему учителя выгорают, потому что ты не видишь результата своей работы. Мы не знаем, что будет через 20-30 лет. Наш сегодняшний эфир может быть повлияет на кого-то, дай бог, не знаю, через пару-тройку лет, а может на кого-то и сразу повлияет. Поэтому да, поэтому такой длинный был ответ на ваш вопрос, извините. Это прекрасный ответ, и я вспоминаю мем, который точно в тему, что если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Bentley, то все равно у вас в детстве не было велосипеда. Да, да, да. Еще такая вот мысль у меня все время, когда я смотрю ваш канал, читаю иногда то, что вы пишете, я думаю о том, что вот я все время привожу в пример армянской диаспоре, который помогает Армении, помогает, 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 казалось бы, бесконечно, но это все у кого-то в карманах оседает, там еще что-то, где-то что-то, а я все время говорю, ребята, а можем сделать так, давайте выберем самую глухую армянскую деревушку, самую бедную, самую несчастную, и вложимся в эту одну деревушку, построим там самую крутую школу, самые крутые туристические какие-то объекты, облагородим все там, фруктовые сады, водопровод, вот это вот умные там всякое-то сельскохозяйство, оборонную систему сделаем потрясающую, со всякими дронами и так далее, одну деревушку, а потом, это же как, у нас в Ереване бывали здесь, видели, наверное, что у нас есть улицы, на которых только вино и только поесть, у нас есть улицы, где только аптеки, то есть мы армяне, когда что-то у кого-то хорошо получается, мы говорим, блин, смотри, у него получилось, мне тоже надо сделать, я уверен, что если у нас будет такая одна идеальная деревушка, то сразу вокруг возникнут много других идеальных, я пока не могу достучаться до этих людей, к сожалению, может быть, этот эфир станет частью вот этого моего достучаться, вот, а вы никогда не задумывались над том, чтобы взять одну маленькую страну, ну, например, Армению, и попробовать в ней все ваши светлые мысли с теми людьми, которые есть внутри Армении, у нас же тоже есть ребята, которые думают о других школах, так же, как вы думают, вот сделать здесь, в одной маленькой стране, в которой не так много людей живет, и не так много средств для этого нужно, сделать идеальную систему образования, и показать миру через 20 лет, что смотрите, вот в этой стране, 20 лет назад мы начали такой вот эксперимент, Роном будете вы, ребята из Айп, ребята из Дилижанской школы Рубена Варданиана, вот, и вот этот эксперимент, который воспитал хороших, добрых, нормальных людей, политики у нас не воруют, с соседями мы живем в хороших отношениях, потому что мы сильные, независимые, в общем-то, и с валютой у нас все хорошо, и с экономикой, и с экологией, и так далее, вот возможно такое, или это просто мой какой-то идеальный бред? Я даже приосанился, пока вы рассказывали, вы знаете, вы меня слишком искушаете, я слишком люблю Армению, чтобы сказать вам, что невозможно, нет, я вот так и так не сказал бы, мне точно кажется, во-первых, мне нравится эта идея, знаете, будет смешно, если я закончу эфир, я просто начну сразу собирать чемоданы, пронировать билет в Ереван, мне очень нравится эта идея, и мне кажется, что как раз-таки не пытаться объять как это необъятно, давайте по всему миру распространим наши идеи, это очень классная штука, и более того, мне нравится в вашем рассказе заранее открытость, такая кооперативность с другим миром, мы вот снимали одну из программ про американские школы, и там же была школа без стен, в которой нужны стены, там просто берут учеников, и вот они там в течение года в трех странах живут по два месяца, и вот эта история про то, что ты ездишь по миру, и тебе не нужны даже стены, она классная, потому что это передача опыта такого, и вот этот взаимообмен в условном, например, Армении, он, конечно, гораздо легче проходил бы, и гораздо эффектнее, потому что у тебя есть сразу целая страна, которая могла бы перенимать этот опыт. Зовите, я буду рад. Слушайте, ну я просто думаю, что глобально договориться с одной такой страной, как Армения, гораздо легче, например, с министерством, которое мы тут все ругаем, которое состоит из аббревиатуры, потому что там и образование, и культура, и спорт, и прочее, прочее, ну чем, например, с махиной, там, министерства образования Российской Федерации. Это точно, да. Какое-то управление по средним школам или начальным в Соединенных Штатах Америки. Это же сложно, а тут маленькая страна, которая смотрит в будущее, у которой есть какие-то планы, которые хотят изменить что-то, карму, историю, восприятие, и которые готовы к этим изменениям. Понятно, что здесь тоже люди гундосят, понятно, что, но я думаю, что здесь есть эти ростки, потому что даже я могу назвать пять школ, в которых не так все, как в общеобразовательной системе. Поэтому думаю, что это была бы прекрасная история, и может быть, кто-нибудь у нас из начальников наверху, те, у которых есть время подумать не о своих карманах и бронированных автомобилях, услышат меня сейчас или увидят, и вас, конечно же, и задумаются. Это же касается не только школы, не только образования. Это может быть экономика, это может быть оборона, другая. Это же такие... Мне, как человеку, у которого нет никакого образования в плане журналистики и в плане, например, преподавания, мне понятны абсолютные вещи, ну, те, о которых вы говорите, я считаю, это абсолютной нормой. Но неужели люди, которые за это получают зарплату, протирают штаны в кабинетах, этого не понимают? Почему люди, которые ответственны за образование в нашей стране, в вашей стране, в Соединенных Штатах Америки, не хотят изменить вот эту ситуацию? Мне только это непонятно. Неужели они все такие чудовища? Неужели они все такие плохие? Неужели это действительно выгодно, когда у людей нет образования, когда у людей нет критического мышления и т.д. и т.п.? Можно перечислять долго. Ну, это совершенно точно выгодно, потому что, как только вы не представляете, как те же старый анекдот мой любимый, который очень хорошо описывает наше поколение родителей. Родители, которые уже знают, что такое gentle parenting, мягкое родительство, но все еще немножко, чуть-чуть у нас в филитр такая авторитарная история. Когда ты спрашиваешь про шапку или, не знаю, про медведь, знаете, почему без шапки? Да, да. В какой-то момент ты понимаешь, почему без шапки уже все, потому что так проще, так проще. гораздо проще отвесить подзатыльник, чтобы все сделалось, чем договариваться. Страшно, что договариваться. Мне кажется, что проблема в этом отчасти, а еще, мне кажется, я сейчас буду как неофит, конечно, звучать, у меня не очень богатый опыт общения со школьниками Армении, с учителями Армении, но из того, что даже у меня есть, мне удалось ощущение, что у вас, как я, кстати говоря, в России, есть очень большой разрыв между старшим поколением и младшим. И вот младшее, оно уже устремлено очень сильно в Европу, в какие-то правили, какие-то вот такие европейские ценности демократические. И старшее поколение еще немножко как-то оно чуть-чуть в другую сторону перекашивает, чуть-чуть. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Но вот этот запрос, он уже сформирован, и как раз-таки, если чем больше классных учителей, чем больше молодых, я вот именно прям, мне кажется, это с возрастом связано тоже, чем больше таких вот задорных людей будет приходить в страну, тем вот этот запрос, будет какой-то канал у него появится, куда можно энергию направлять. Мне хотелось бы, опять же, в это верить. Будем надеяться. Будем надеяться на это. Будем надеяться, что нас услышат и увидят, и проанализируют все, что мы говорим. Спасибо вам большое. Продолжайте делать то, что у вас получается лучше всего. Я надеюсь, что когда-нибудь моя мечта связана с другой школой, с другой страной, другой экономикой, другой армией, другими политиками, другим медиа, все это станет реальностью, потому что, как вы сказали, самое важное это семья и любовь. Да? Два этих фактора было? Да, здоровое детство. Нормальные родители, здоровое детство. Потому что, опять же, да, вот я сегодня до того, как задавать вопросы вам, был на двух интервью, где задавали вопросы мне, и мы как раз говорили о том, что, слушайте, ну, есть же, я говорю о том, что есть же миф о том, что вот мы, армяне, очень любим детей. Они говорят, нет, ну, правда, у вас не так к детям относятся, как к России. Я говорю, так может быть, там просто не очень хорошо относятся, а мы просто любим детей, да, мы как-то, да, вот, то есть, я никогда не ощущал этого, что мы как-то прям особенно, вот если бы мы прям на самом деле очень бы их любили, то, наверное, бы жили бы немножко в другой стране. Поэтому это, это то, с чего нужно начать, то есть, остановиться, сказать, стоп мифы, ребята, давайте начнем с чистого листа, давайте на самом деле любить детей, и давайте, на самом деле, давать им хорошее детство. Это, наверное, самое важное. Это очень тяжело, да, но это, это стоит того, конечно. Потому что количество психологических проблем, от которых тебя это избавляет от родственной жизни, просто нереальное. Слушайте, да, ну и давайте не забывать, что если бы Адольф Гитлер поступил бы в эту несчастную художественную академию, представляете, ну, и, наверное, в жизни каждого из этих чудовищ и тиранов был вот этот, была эта вилочка, да, где он мог не туда свернуть, или, наоборот, туда свернуть. Да, мы знаем эти примеры, как потом они к себе поклялись отомстить всем обидчикам и вот успешным стенам. Да. Спасибо, Александр. Спасибо вам. Это было очень важный для меня, и я очень надеюсь для наших зрителей разговор. Спасибо вам еще раз. Удачи. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова